Диана Миронова Чемпионский титул разыграли главные фавориты соревнований — два ростовчанина, заслуженный мастер спорта Никита Левада и первый номер российского рейтинга — 20-летний Иосиф Абрамов. Со счетом 7-4 победу одержал недавний юниор. В женском турнире все ожидали финала Миронова-Нагула, но Элина во втором туре неожиданно проиграла Лилии Пановой. По нижней секте уже в четвертьфинале она попала на Миронову и была бита со счетом 4-2. Мы уже рассказывали о главной сенсации Оренбургского чемпионата новотройчанке Алисе Прилепиной, которая без поражений дошла до полуфинала. Еще одним открытием турнира стала 19-летняя москвичка Панова. Всего лишь кандидат в мастера спорта, помимо победы над Нагулой, в ее активе не менее неожиданный выигрыш в полуфинале у мастера спорта международного класса Дарьи Михайловой 4-1. Но вот Мироновой молодое дарование противопоставить ничего не смогло. В главном поединке Миронова наглядно продемонстрировала, кто в доме хозяйка. Счет финала показателен. 5-0 в пользу представительницы Оренбурга. Я, в принципе, всегда стараюсь играть на максимум каждой своей встречи, но финальной особенно, всегда как бы форма набирается по ходу турнира и чаще всего в финале показываешь именно там лучше Собеля. На недавнем Кубке мира в Москве Миронова и Абрамов стали победителями, соответственно, среди женщин и мужчин. Спустя месяц в Оренбурге оба подтвердили свой суперкласс. Как и футболисты Оренбурга. Трудная, но заслуженная победа наших ребят. В очередном туре первенства ФНЛ Оренбург на своем поле нанес поражение Хабаровскому СКА. Вряд ли оренбургские болельщики когда-нибудь забудут стыковые матчи в мае 2017 года, когда наша команда не смогла превзойти Хабаровскую и вылетела из премьер-лиги. С тех пор встречи этих соперников всегда от ножа. Простых не бывает, как и отчетное. В первом тайме самый реальный шанс открыть счет возник у Миронова, но он попал в штангу. Гости организовали высокий прессинг, да и сами охотно ходили в контратаки. У армейцев фирменная атлетичная жесткая игра, и противопоставить ей вязь комбинаций крайне сложно. Как следствие, семь желтых карточек в матче. Если ты хочешь победить с Хабаровским, надо быть на тот же самый уровень агрессивной борьбы, часами такой жесткой игры, потому что соперник, он любит борьбу. Можно сказать, давление на соперника бегает 90 минут, можно сказать, часами как собаки. И нам надо было быть тоже на тот же самый уровень. После перерыва гостям стало все труднее справляться с активностью хозяев. И в одном из моментов хабаровчане в своей штрафной сбили ойволи. Наш защитник-ветеран не только справился со своими прямыми обязанностями, но и помог открыть счет. Не случайно Одиссой попал в символическую сборную тура. А пенальти четко реализовал Николай Титков, разведя мяч о вратаря по разным углам. В середине второго тайма пропустившие армейцы вновь нарушили правила у своих ворот, уронив Эктова. На СРС 11-метровый исполнял Миронов. Голкипер угадал направление удара, но выручить не смог. Два гола с пенальти вызвали негодование команды с Востока. Судьи, они люди, они, сложно ошибаться, но это чересчур. То, что сейчас посмотрели, особенно первый пенальти, вообще, если там и было нарушение, но за штрафной. Поэтому мне будет интересно, вот как отреагирует и судейский комитет, и инспектор матча, какую оценку получит судеб. Гости, чтобы спасти матч, были вынуждены раскрываться, и у наших появился оперативный простор для атак. Было несколько неплохих подходов, но с игры счет увеличить не удалось. Да и так, получилось неплохо. 2-0. Могли избивать и в первом, просто мало было атак, скажем так, в части половины соперника уже около ворот. Из других результатов тура следует выделить очередную осечку Алании, ничья с ротором. А вот другие наши преследователи выиграли. В один мяч торпеда у Енисея и факел у Металлурга. Нефтехимик Текстильчик 3-1. Теперь на очереди Кубок России. Во вторник принимаем одного из лидеров премьер-лиги Московская Динамо. Нашим ребятам просто необходима ваша поддержка. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!